так это ролик про голодовку вторая часть первая часть была подготовки голодовки там я не все сказал сейчас попробую это так сказать восполнить сейчас ролик просто голодовки вот как ее проводить какие особенности там что мой опыт 14 дней я провел лечебную голодовку фастинг это пост постирование дам ну не важно лечебная голодовка вот значит пришел этот первый день вы себя убедили внушили себе вот вы просыпаетесь помните что сегодня первый день голодовки а вы собрались полны решимости совершить подвиг друзья ваши будут вас поддерживать говорить какой вы молодец вы сами себя должны говорить какой вы молодец вы проснулись никаких дел никуда спешить не надо вас следующие 10 дней это лечебная голодовка борьба за собственную жизнь а я начинал с молитвы это вот повторение основных установок которые я подготовил сделал значит что я борюсь за свое здоровье я хочу жить я борюсь с болезнями я герой можно если у вас какие-то конкретные заболевания можете в эти формулы в эти молитвы вставить там не знаю я сейчас фантазирую но каждого человека свое я хочу быть сексуально активнее чтобы доставлять больше удовольствие там жене маша любовницы дальше там или подруги по работе каш вот можно конкретно можно не конкретно научим этом молитвам повторили надо понимать что вы начинаете как бы тянуть время мы это уже обсуждали в первом ролике это вроде бы на первый взгляд очень нерациональная я бы сказал бессмысленная потеря времени вот эти 10 дней и каждый час или почти каждый час который вы посвящаете вот этому лечению ощущение потерянного времени ну вот надо с ним справиться это не потерянное время в это время инвестируете себя собственное здоровье не спеша у вас никаких дел вы освободили это все пространство временного значит помолились и начинайте туалет тоже не спеша значит клизма до весы обязательно контрольные весы я по-моему забыл в первом ролике сказать что необходимо приобрести тонометр и фонендоскоп для того чтобы мерить давление я традиционалист я люблю тонометр то есть вот прибор для измерения давления но у меня такого нет сейчас у меня он там с кругленьким таким приборчиком но в москве был с ртутным столбиком такой очень традиционный здесь такого нет вот но тоже увлекаться измерением давления не стоит хотя но это тоже развлечения такую померить самому себе давление или попросить кого-то померить себе давление это время 15 минут но вот время когда вы себя отвлекаете от там даже ну не чувство голода оно то с ним легко справиться а вы вышибаете себя из ну привычной колеи то есть встал не знаю у каждого человека свое там кофе надо пить чай надо пить готовить что-то или приготовить что-то на обед но вот теперь не нужно вот туалет очень не спеша очень не спеша но если это клизма значит почитать газеты при этом посидеть на гашке лишние там 15 минут тянуть время спокойно не говоря себе я тяну время теряю время ни в коем случае вы наслаждаетесь собственной жизнью наслаждаетесь неспешностью сделали туалет душ вот тоже приобретение я купил специальную насадочку на душ массаж он так начинает работать импульс на душ но не скажу что это какая-то радикальная какое-то радикальное решение когда я голодал в москве я использовал сауну а вот я говорил уже в этом пансионате там была просто встроенная сауна в номере дорогой был номер и была своя сауна то очень хорошо каждый день каждый день душ массаж шеи позвонков каждый день сауна если есть такая возможность если мне значит душ горячая вода очень горячая такую видимость сауна что ну очищать надо поверхность кожи обязательно потому что так же как и поверхность так сказать желудочно-кишечного тракта первые несколько дней это будут остатки пищи выходить а потом смывать надо будет желчи два раза в день не меньше я знаю любители и мне об этом говорили они это делают три раза в день четыре раза в день но это уже фанатизм но два раза в день это необходимо делать смывать и то же самое на поверхности кожи спор смывать вот эти выделения очищать организм помогать ему очищаться он выбрасывает то что называются шлаки хотя вот здесь американские ученые считаю что это все не научно насчет шлаков вот но неважно надо смывать с этим никто не спорит так следующий после душа у меня это массаж крем массажное кресло массажное кресло я в день делал это три четыре раза после того как вы помылись помассировались можно заняться делами перед прогулкой фейсбук а очень важный дневник вот дневник это не забудьте пожалуйста это обязательно каждый день записывать какой вес что вы делали что вы чувствовали это лишние там 15 минут но это вот занятие важное занятие затем сделаете то что вам нравится и то что вы могли бы отнести к категории необязательных развлечений занимаетесь погулять очень важно это все говорят освободить дыхание свежий воздух как у кого как получится 10 минут 10 очень хорошо полчаса прекрасно один час ну просто роскошно вот погулять обязательно размять ножки на подышать самое главное и проветрить себя проветрить комнату идеальные условия вот которые я себе создал это спальня и туалет и дверь которая отсоединяет меня от всех остальных от всего остального это мой мир на двери надо написать не стучать не волновать не беспокоить это очень важно тоже вот и в цикле начинайте повторять это пришли погуляли опять поработали сделали не обязательное дело и приближаетесь вот к тому момент до днем поспать конечно если есть такая возможность обязательно это часик у меня час всегда полчаса иногда получалось полчаса поспать это не очень влияло на ночной сон потому что а все таки такое небольшое чувство усталости от отсутствия там еды она возникает и ночью ну хорошо спится лучше конечно в теплой кровати с теплым одеялом но с открытым окном следите чтобы не простудиться и внимательно прислушивайтесь к организму если ощущение слабости или болезненное ощущение тут же меряйте температуру меряйте давление если ощущение стойкое то есть вы заболеваете это может быть инфекционное какое-то инфекционное заболевание или ну внутренние проблемы о которых вы не знали там какая-то инфекция абсцесс ну лучше прервать голодовку у вас всегда такая возможность будет повторить это не рисковать никакого смысла в риске нет вот ну и спокойно дождаться там не знаю ваше расписание времени когда вы можете ложиться спать сказать себе герой на ночь помолиться повторить свои установки перед этим там можно кому-то позвонить обсудить это если у вас есть команда поддержки вот восхититься своими результатами потому что они будут автоматически там первые за первые два дня вы потеряете два-три килограмма просто там смоете пищу которая накопилась в желудке в кишечнике а потом по килограмму в день или по полкилограмма все зависит от конституции человека от упражнения очень хорошо вот у меня есть гантели гантели легенькие у меня есть тяжелые гантели по значит 12 килограмм вот а есть легенькие по 6 килограмм упражнения это очень важно для того чтобы ну вот крошь что ли разгонять с хотя у меня есть один знакомый интересный он чуть-чуть насиловал себя вот этими упражнениями и за счет этого а сбрасывал вес значительно медленнее чем ну стандарт получается или в среднем получается подкачивал себя так сказать подкачивал мышцы когда вы голодаете уходят к сожалению материал не только жир из тела но еще и да мышцы на третий четвертый день вы это почувствуете резкое улучшение памяти иногда иногда просто самочувствие освобождаются от лишнего капилляра мелкие сосуды и лучше проходимость крови и это сразу сказывается на памяти на не знаю какие-то боли мышечные были у меня слабенькие не симптоматические все исчезло и очень интересный момент тоже на третий четвертый день на пятый день вообще исчезает чувство голода и если не там смотреть еду не рассматривать книги о вкусной и здоровой пище то мысли об этом не разникают кстати говоря продумайте пожалуйста этот вопрос еще до голодовки если у вас перед глазами где-то на полке стоит что-то напоминающее пищу ну уберите это спрячьте постарайтесь убрать все что вам напоминают о пище о возможности о возможности выйти из голодовки о кофе о не знаю о чем еще вот постарайтесь это убрать вот и наслаждайтесь потому что с третьего дня два дня вы себе говорите что вы герой с третьего с четвертого дня вы вдруг почувствуете ну какой-то прилив сил резкое изменение самочувствия и очень сильное уважение к себе потому что вы справились с самим собой это банальность известная значит что победить самого себя труднее всего всех остальных легко вот ну я вам желаю успехов у нас еще через некоторое время будет роль ёлки-палки что же так время летит будет ролик о выходе из голодовки очень важный процесс вот главное не суетиться не спеша делать все размеренно понимаю насколько серьезно все это и насколько важен вам результат он надо будет все это не